Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. Съедобное, несъедобное. Это Настя. Это Костя. И традиционный деревенский пивной обзор. Видите, у нас здесь на заднем фоне небольшой такой контейнер на 15 литров. Набрали зеленого горошка. Будем консервировать. 18, по-моему. 18? По-моему, да. Ну, вот, 18 литров. Пока сделали небольшой перерыв. Будем после консервировать его. И сегодня вот зашел я в красное и белое. Хотел, честно сказать, взять Жигули 1968. Все его сейчас пробуют. Кто хвалит, кто ругает, хотелось попробовать. Но до Тамбова пока не довезли. Поэтому увидел я вот такую вот бутылочку. Ичанг. Традиционное китайское пиво. Думаю, ох ты, надо брать. Приехали в деревню, убрал в холодильник. Сейчас достаю, смотрю, а сварено-то оно знаешь где? Где? В Казахстане. То есть китайское пиво, но сварено в Казахстане, да. То есть если раньше КБ славился чем-то, какие-то немецкие, французские, чешские, вариации пиво привозили, относительно недорогие, и иногда было что-то интересное. То теперь вот таким путем идет импортозамещение европейского. Теперь китайское пиво из Казахстана, купленное в России, в Тамбове. Посмотрим. Алматинская область, Ильийский район. Ну, то есть прям дальше непроизносимый игрок слов. Первый пивзавод. Очень скромно. А я смотрю, что-то тут шаман Сузы, Зиэнды какие-то. Да вот и вот-то. Лайт Бе, легкое пиво получается, да. Состав, кстати, я вот не посмотрел. Китайцы, они же рисовые любят? Лайт это светлое. А, светлое. А еще легкое как? Лайт. Лайт. Ну, легкое, светлое пиво, так переведем. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Вот тут для нас написали. Состав вода, так, солод пивоваренный, ячменный, крупа рисовая, ну, понятно, как бы в китайской традиции, хмель-продукты. Что порадовало? Бутылка 0,62 литра. У нас сейчас все уменьшают, уменьшают, уменьшают. То есть бутылка пол-литра, это уже круто считается. А откуда ты знаешь? Может, у них изначально она литровая была, а вот они до 0,62. А, может, 0,75 уменьшили, да? Вот не знаю, если кто меня смотрит и знает, как бы китайское разное пиво. В Китае это какая вообще традиционная тара? Но меня как бы сильно удивило. 0,62 литра. Интересно, в принципе, такой интересный формат. Приятнее, чем 0,45 наши, и даже чем 0,5 европейские. Еще здесь что можно сказать? Крепость 3,8% алкоголя, то есть оно прям совсем-совсем легенькое. И плотность 9,8. То есть это из категории каких-то чешских деситок. То есть вот что-то такое легкое-легкое. Сейчас на улице жара, поработали. И вот по бокальчику пива, я думаю, будет самое то. Посмотрим. А принес крошку-то одну. Я все забываю, что надо две. Держи, как мастер. Порозливый пиво. Пробка интересная такая, здесь пагодная нарисована. Ух, и написано, варим с 1858 года. Сейчас вот сфотографирую и сделаю вам вставочку. В Казахстане? Ну, в Китае. То есть, наверное, бренд сам. Смотрите, такие здоровые, большие пузыри. Пена спадает молниеносно, очень быстро. Цвет прозрачный, прозрачный. Но при этом, как вот этот цвет сказать, желтовато-золотистый. Янтарный. Ну, он не настолько, не насыщен, как янтарный. Такой пшеничный, что ли, какой-то. Вот. Но не совсем прям такая вот вода-вода. То есть цвет, в принципе, мне нравится. Приятный. Ароматика. Пробойно обычный. Солод такой вот, легенький-легенький. Никакого намека. Это сладкий. На хмель, да, сладковатая. Пробуй. А ты пять минут подождешь, да? Да, китайская. Так, тут с китайским из Казахстана особо не шути. Легкая, обычная. Обычная. Ну, какой-то привкус какой-то. Рис, что ли. Такой привкус дает, да? Ну, сладость. Сладость. То есть никакого намека на хмель нету. Как же оно еще называлось, я не помню. Такой в Тамбове тоже его варили, типа вот с советским этикетками продавали. Ячменное, что ли, какое-то было. Где-то мы вот покупали. Соленый колстик-то. Да, то есть вот пиво, в принципе, ни о чем. Но и отвращение оно на самом деле никакого не вызывает. То есть очень-очень легкая, такое прям, хмеля нет. Хотя на пиве есть в составе хмель продукт, там хмель, да? Но не в аромате, нигде. В жару выпить бокальчик, ну, сладость. Сладко, да. Я бы не стал второго с покупать. Ну, я тоже вряд ли куплю. Сейчас допьем, потому что оно не... Не, ну, как бы в жару, да. То есть допить его можно. Стоило оно 80 рублей за 0,62 литра. Но удовольствие оно явно такого... О, видишь, зато теперь пеночка пошла. Ну, так быстро, да? И быстро прям... И практически нет, уходит. Этикетка с обратной стороны дракон. Прикольно. Она не видна будет, да, если показать. А я сейчас попробую сфотографировать и показать такой... Дракон в пене. Дракон в пене. А тут вот уточка из пены получилась. Выглядывает. Вот так вот. Ну, то есть как бы с оформлением интересно сделано. Знаешь, я думаю, подошло... Ну, может, кому-нибудь понравится такое, легкое. Острая еда китайская. Да. Какие-нибудь крылья острые. Вот эти вот свинины, пережарки, что-то такое. Острая-острая. И с ним, в принципе, сладковатая. И китайская кухня, она же остро-сладкая. Вполне себе пойдет вот именно как запивка к еде. Ну, а больше сказать. В принципе, своих денег, наверное, 79, 90, 80 рублей за 0,62 литра. Это, грубо говоря, на наши 0,45-60 рублей бутылка. Ну, то есть как любые хамовники, там, Жигули и куча-куча еще всяких хамстовов, гессеров, крушовиц. То есть среднестатистическая цена по рынку. Попробовать. Попробовать стоит, в принципе. Может, кому-то и понравится. Ждать от него чего-то такого не стоит. Выпить можно. Покупать снова. Ну, такой себе. Для того, чтобы сказать, а, да, я такой пробовал, да. Причем, помнишь, мы снимали на этом же канале китайские снеки. И я хотел купить под них китайское пиво. И тогда в Тамбове я просто найти не мог. Это буквально было, ну, месяц, наверное, назад. И сейчас вот как бы все. Появилось там еще какие-то белорусское пиво. А еще какой-то, я даже не понял, как называется. Белорусское, можно ли, попробовать. Ну, вот в следующий раз возьму. А вы пока, друзья мои, я знаю, что пиволюбы смотрят канал. Напишите, какое вот из нового появившихся видов пива из красного-белого вам нравится, вам понравилось. А мы уже увидимся с вами на следующем обзоре. Возможно, это как раз будет «Жигули 1968». Уж больно они меня заинтриговали прям. Все и противоположно направленные, кто говорит, супер классно на жару, кто говорит, что это просто вода, помой и ни о чем. А может партия какая попалась? Бывает же партия от партии разница. Ну, в московской пивоварене она, в принципе, не склонна. Мне здесь больше всего дракон понравилось. Нет, в плане вот оформления, как-то вот такое вот необычное, легкое, алкогольная составляющая не чувствуется. Вот-вот заморочились они с этим там драконом. Нет, то есть взять там подтверждать шашлыки, в принципе, несколько бутылочек. Но ради того, чтобы попробовать и сказать всем, что я пил китайское пиво из Казахстана. Из Казахстана, да, вот. А, кстати, в Казахстане, из Казахстана тоже на меня смотрят, какое пиво пьете в Казахстане? Какое у вас там самое прям такое вот модное, любимое, вкусное пиво, какое-нибудь народное, из простых, понятно, там, крафт. Ну, мясное, наверное, какое-нибудь. Ну, вот интересно, надеюсь, кто-нибудь напишет и когда-нибудь, может быть, попробуем. Вот у этой вот, кстати, как я сказала, она называется? Первый пивзавод. Очень скромно. Первый пивзавод. Ну, он, наверное, какой-нибудь такой вот основатель. Ну, это, если они варят по лицензии, тут причем даже где-то лицензия указана, лицензия, номер такой-то. То есть это лицензионное китайское какое-то пиво. Возможно, оно в Китае, вот если они пишут, с 1858 года варят, вполне возможно, что это какое-то крутое китайское пиво. Ну, цвет достаточно симпатичный, пенка хорошая, приятная. Так вот, слов за словом. И бутылочку уговорили. Бутылочку, да. До новых скорых встреч, друзья мои. Пока-пока. Не будешь прощаться? Вы говорили, что никакое пиво, а сидишь и пьет. Жарко просто. Пока.